Бисмиллях, вальхамду лиллях, вассаляту, вассаляму аля, расулиллях, ассаляму алейкум, варахматуллахи, вабаракяту, дорогие сёстры. Валикум, ассаляму, варахматуллахи, вабаракяту, уважаемые устазы и сёстры. Маша Аллах. Очень рада вас приветствовать, дорогие сёстры, на нашем очередном вебинаре. Хвала Аллаху, на протяжении всего месяца Шаабан, затем всего месяца Рамадан, мы с вами встречались для того, чтобы заучить важные дуа для нашей жизни и для исхода наших дел, то есть которые немаловажны, прошению Аллаха о многом, о том, которое очень-очень важно для нашей жизни в применении каких-то бытовых жизненных ситуаций, для поклонений, для религии, для детей, для родителей, для построения правильности религии, ну и блага и счастья, ахирата, той жизни, будущей жизни, которая настанет. Аль-Хамду-Лилля, настал месяц Шауаль, Рамадан, покинул нас до следующего года. Как же она была быстротечна. И дай Аллах, чтобы мы его действительно провели в праведности, в правильном поклонении, чтобы Аллах, Субханава Тааля, действительно принял наш пост. И не только в том, что мы запрещали себе пить и кушать, а также во всех видах его поклонений, как языка, так и действий, всё, что мы делали во время Рамадана, а также в последующих, самых последних десяти ночей, чтобы мы действительно были одними заставших ля-ляту-ль-кадр, и дай Аллах в таком же духе, в таком же полной поклонении, дальше делать ибада, делать наше поклонение Аллаху Субханава Тааля. Мы с вами незаметно звучили 25 дуа из 30. Иншаллах, мы продолжим и в Шаваль озвучивать эти дуа для того, чтобы закончить все 30. Мы с вами уже на 26 из них, в котором идёт просьба о мудрости, о знании, о разуме и благого исхода. А также здесь есть просьба, которая спрашивается у Аллаха тогда, когда мы хотим оставить что-то благое последующему поколению, чтобы о нас осталась хорошая память. Эта дуа приходит в Куране 26-й суре Ашуара поэты в Аятах 83, 84, 85. Эта дуа спрашивает один из великих пророков, Мирьему. Кто же думаете вы, какой из пророков спрашивает эти дуа из этой суры? Машаллах, это Ибрагим, алейсалям. Да, Ибрагим, алейсалям, отец пророков, который спрашивал и другие дуа, мы с вами завучивали из других сур предыдущих. А в этом дуа содержатся его следующие слова, где он прибегает к Аллаху. Господи, даруй мне власть. То есть под словом «власть» здесь подразумевается пророчество, либо знание, либо мудрость, то есть то, что приносит огромную пользу человеку. И воссоедини меня с праведниками. Бессалихин. Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях. Машаллах. Какая прекрасная дуа, которую, мне кажется, каждый человек хотел бы оставить после себя. Сделай меня одним из наследников сада блаженства. Абу Адиль, толкуя эти аяты, говорит, «И Ибрагим обратился к Аллаху с мольбой, мир ему. Господь мой, дай мне мудрость, либо пророчество, либо знание». То есть это слово переводится по-разному и содержит глубокий смысл. «Присоедини меня к числу праведников и сделай для меня правдивое упоминание среди людей, которые будут жить после меня. И сделай меня одним из числа наследующих рай, рай благодати, где постоянные удовольствия и радость, вечная жизнь и счастье». Ибн Кафир, здесь Ибрагим А.С. просит у Аллаха мудрости, толкует слова хукма. А Ибн Аббас, ради Аллаху Анх, сказал, что он попросил знаний. И Крима сказал разума. Муджахид сказал, что он попросил Кур'ан. А Ас-Судди – пророчество. «Присоедини меня к праведникам, то есть делай меня с праведниками при жизни и в жизни вечной». Как сказал посланник Аллаха, салли Аллаху алейхвасалям, на смертном адре трижды, «О Аллах в высшем обществе, в раю». Это сказано Бухари в 6509 хадисе. Да, если сейчас ваше обитание или те, с кем вы общаетесь, являются праведниками, то это огромное счастье, которое вам Аллах даровал. Оглянитесь вокруг, с кем Аллах Субхану Аталя вас свёл, кто вас окружает. Если при размышлении, кто вас окружает, вы убедитесь в том, что не совсем праведные люди, то постарайтесь присоединиться к ним. Тем более сейчас, в таком положении, когда техника развита, можно записаться и на онлайн-уроки. У нас университет, Машаллах, расширился. Обучаются на данный момент огромное количество студенток из разных стран. Мы каждый день беседуем, проводим уроки, читаем Коран с прекрасными сёстрами из разных стран, из разных городов, из разных сёл. нас соединяет Аллах и книга Его. Как же оно прекрасно! И как же душа и сердце утихает, утешается и принимает какое-то спокойствие, принимает какую-то милость Аллаха, почувствуя, что твоё окружение имеет место быть. То есть, есть какая-то надежда, что Аллах, Субхану Аталя, действительно даровал милость в этой жизни и окружил нас с праведными, прекрасными сёстрами по вере, у которых едино мышление, у нас единомышленницы в том плане, что цель одна — войти в сады блаженства, заработать лик Аллаха его милость, его удовольство, а также дружить именно с тем, кто мил тебе, кто любимый тебе. И дай Аллах действительно, чтобы мы были одними из праведных рабов Аллаха, и дай Аллах, чтобы наше окружение действительно было из праведных. Немаловажна вечная жизнь, дай Аллах и вечной жизни, чтобы нас окружили праведные люди, правдивые люди, которые любимы Аллахом, его пророком, саляллах, рейх ассалям, и всеми пророками, мир им и с подвижниками, да будет доволен им Аллах. И если вдруг наше окружение не совсем такое, которое мы бы желали, то попросить у Аллаха это. Вот это дуа, оно содержит как раз это. А дальше Ибн Касир толкует «И сделай меня языком правды среди последних. Дай Аллах оставить прекрасное напоминание. Сделай прекрасное напоминание обо мне после меня, чтобы меня вспоминали добром и брали с меня пример. Как сказал об этом Аллах, мы оставили о нём в последующих поколениях добрую молву. И сделай меня на следующем рай, рай благодати, то есть облагодельцей меня в этой жизни оставлением хорошего упоминания обо мне, а в жизни вечно наслаждением и наследованием рая благодати. Аллахума Амин. Пусть Аллах Субхану Ата'аля во-первых примет дуа нашего великого пророка Ибрагима Алейсалям. А также пусть Аллах примет это дуа у тех, кто спрашивает этого Аллаха. Пусть Аллах Субхану Ата'аля будет доволен всеми теми, кто слушает эти уроки, эти вебинары. Действительно воссоединит нас с праведниками. Давайте заучим это дуа, который состоит из трёх аятов. это три дуа, которые нам важно заучить. Если мы посмотрим на толкование каждого слова, чтобы понимать, что мы просим, раби, мы знаем это дуа, Господь мой, здесь уже идёт в единственном числе, ранее мы всегда раббана заучивали во множественном числе первого лица. мудрость. И мы рассмотрели разные варианты этого слова, не только мудрость, а много чего содержится в этом слове. то есть присоедини меня к числу праведников или с праведниками. и сделай для меня упоминание цедык, то есть правдивое среди последних поколений, после нас, чтобы о нас хорошо вспоминали добром, правдивостью. А если будут люди, которые будут поминать наоборот лучшим образом, то пусть Аллах Субханаталля оградит нас от таких людей. В жизни не бывает такого, что все 100% любят этого человека. Обязательно найдутся те, кто найдут изъяны, какие-то недостатки, но их должно быть малое количество. В основном, если Аллах Субханаталля действительно полюбил какого-то человека, то Аллах внушает ангелам вначале, а затем людям, чтобы эти все люди полюбили этого человека. Если в окружении большее количество людей, которые вас любят и уважают, значит, Аллах Субханаталля вас любит. А если те, кто любит меньшее количество, то просите дуа Аллаха. Пусть Аллах Субханаталля примет эти дуа и сделает нас лучше, лучше и еще лучше и простит наши грехи. Пусть Аллах Субханаталля скроет наши грехи. Ваджиальни и сделай меня мин из варосади, то есть наследующих рай благодати. Давайте еще раз несколько раз повторим. Раб Субханаталля Субханаталля и воссоедини нас с праведниками. Оставь о нас правдивую молву в последующих поколениях. Открой нам великое знание, научи нас тому, что разрешается, а что запрещается истинной религией, дабы мы могли принимать справедливые решения, а также помоги нам примкнуть к нашим братьям и сестрам из числа праведников и также примкнуть к нашим братьям из числа пророков и посланников и сделай так, чтобы люди помнили о нас и искренне молились за нас во все времена. Аллаху ма аминь. Сделай нас одним из правоверных, которые по воле Господа Всевышнего по воле о Аллах тебя станут наследниками райских владений. О Аллах, ты внял мольбе Ибрахима алиссалям и одарил его прекрасной обителью верховья рая и превознес над остальными творениями. Прими же наше дуа. Аллаху ма аминь. Баракаллаху фикунна. Субханника Аллахума бихамдика ашхаду аля илла ант астагуфирука ва атуб иллайк. Ассаляму алейкунна ва рахматуллахи ва баракалу хавадид. Ассаляму алиссаляму алиссалям.